друзья сегодня у нас очередная довольно необычная тема и эксперимент где мы будем использовать маломощный бензиновый двигатель в сочетании с механическим накопителем для того чтобы получить максимальный пик на старте что с этого всего получится сегодня узнаем поехали нашей команде конечно хватает творческих идей но иногда даже нам нужна подпитка и какие-то новые идеи в таком случае я иду на дром в отдел сама собранное и прочее авто листаю фото ищу какие-то интересные конструктивные решения и обязательно читаю описание тут бывают истории покруче чем сюжеты фильмов владельцы на дроме пишут о всех неудачах самоделкой и о поиске редких деталей для нестандартных решений ну и конечно же о выходе из сложных ситуаций а мы все это дело читаем и примеряемся к нашим проектам поэтому собственно идеи у нас и не заканчиваются так что за вдохновением идите на дром ну и конечно же не забывайте пользоваться там подробными отчетами пожалуй все знают что авто и другой транспорт не использует полную мощность мотора на постоянку а только лишь в момент ускорения именно вот на этих вот подъемах идет максимальный расход топлива а главное что вот после вот этого пика достаточно даже слабенького мотора чтобы поддержать набранную скорость а что если попытаться выровнять вот эту вот нагрузку за счет механического накопителя и давайте посмотрим что с этого получится в качестве накопителя возьмем опять же маховик ведь как вы знаете он способен на многое мы уже делали такие тесты с двигателем стиральной машины вот только уехать далеко от розетки у нас таки не получилось а что если вот на этот мотоцикл вместо электрического двигателя поставить например от триммера и также сначала раскручивать маховик а потом резко зажимать сцепление я думаю получится очень сильно и почему бы это не проверить тем более подопытные для этих целей у нас уже есть в общем наша задача установить мотор триммера на этот мотоцикл и также сначала он будет раскручивать маховики только потом движение будет переходить на колесо через сцепление в виде натяжителя ремня техника конечно получается опасной но когда это нас останавливало так что берем и делаем для начала нужно выточить новый шкив для триммера делать это будем конечно же из алюминия ну а потом его нагреем и впрессуем подходящую по шлицам звездочку в идеале ее еще нужно закрепить заклепами и по сути все шкив уже можно ставить сейчас каким-то образом этот двигатель нужно поставить на моц хотя сварка с болгаркой обычно решают такие задачи ну что ж двигло на месте я вроде бы даже не ошибся с соосностью сейчас давайте поставим триберную ручку газа ну смысле триммерную и можно будет ехать я вам скажу что подрыв получается просто лютый как-то даже страшно отпускаться от руля в этот момент поэтому прежде чем куда-то ехать давайте сделаем более адекватное сцепление ну то есть натяжитель ремня в идеале нужно поставить сюда какую-то пружину ну а на руль рычаг сцепления которые как раз таки будет ослаблять этот ремень и вроде бы у меня это получилось так что можно пробовать все бы хорошо но вот передаточное число вышло вообще ни о чем то есть и даже на полном газу маховик нормально не раскручивается и старт получается очень медленным в целом конечно же эффект есть и мы даже в подъем можем выехать полностью опустив газ но это вообще не то что я хотел поэтому снова загоняем мод в гараж и будем все переделывать ну а точнее на мотор нужно поставить шкив хотя бы раза в три больше а это значит придется разобрать еще один насос гура ну а потом переделать этот шкив под нашу шлицевую вы наверное думаете что это легко и быстро ну да на самом деле это легко и быстро сейчас ставим все на место и надеюсь что уже по-настоящему дадим дрозда в итоге на самом деле моц поехал веселее и даже мог дать пробуксовку на сухом асфальте при этом с места можно было съезжать даже без газа к тому же он легко выезжает в небольшие подъемы но вот передаточного числа все равно мало ну точнее нужна коробка чтобы добавить скорость к тому же вот наше центробежное сцепление очень слабая и долгое раскручивает маховик и возможно кто то скажет что этот маховик наоборот только мешает и без него мод поедет лучше поэтому давайте ради интереса все разберем и снимем его то есть выпрессуем его свала и соберемся обратно без изменения конструкции чтобы посмотреть разницу так вот я вам скажу что про берна вот сейчас можно забыть даже на пыльные дороги буксовать он вообще не хочет да и ускорение не стало такого как раньше хоть и в целом моцик разгоняется примерно до той же скорости а в подъем кстати мотор тоже уже не вывозит ну точнее сцепление хотя до этого мы залетали сюда даже без газа все таки с маховиком было лучше поэтому ставим его обратно ну вот друзья мы провели очередной эксперимент и мне кажется что вот такая система вполне имеет право на жизнь единственное что необходим такой двигатель по мощности который будет раскручивать маховик немного быстрее а если маховик сделать еще и в вакууме то будет вообще топ и наверное когда-нибудь мы с этим поэкспериментируем ну а пока что нас ждут два очень мощных проекта которыми мы совсем скоро займемся так что обязательно подпишитесь на канал чтобы ничего не пропустить а на сегодня у меня все спасибо за внимание и пока